Избавляемся от мышей в гараже. Серые ушастики заводятся не только в жилых домах или квартирах, нередко их можно встретить в гараже. Дабы они не нанесли серьезного вреда проводке автотранспорта, от них надо избавляться. Как вывести мышей из гаража, и рассмотрим в этой статье. Причины появления на самом деле причина банальная. Сегодня, да и раньше, люди использовали сие помещения не только по прямому назначению, хранению машины, но и в качестве склада как пищевых продуктов, так и ненужного хлама, который жалко выбросить. Таким образом, владельцы гаражей сами создают идеальные условия для жизни грызунов. К тому же редкое появление человека в автодоме также играет на руку ушастым вредителям, они могут передвигаться без опаски и вообще чувствуют себя хозяевами в их новом жилище. Методы, как избавиться от мышей в гараже. Решение всех проблем заключается в поиске и искоренении тех причин, которые их породили. Это же правило работает и с мышами. То есть в первую очередь необходимо обнаружить источник проникновения зверьков внутри места их дислокации, проще говоря, гнезда. Как это сделать? Провести тщательное обследование территории, во время которого не только убирается и сжигается лишний мусор и хлам, но и отыскиваются посторонние щели, отверстия, незаделанные вентиляционные и коммуникационные каналы. Все их надо либо ликвидировать строительно-ремонтным способом, либо закрыть металлической решеткой. Если простым осмотром обнаружить партизанские тропы не получается, то пускаются на маленькую хитрость. Перед уходом из помещения все горизонтальные поверхности, в том числе столы, полки посыпают тонким слоем муки. Во-первых, ее вкусный запах привлечет ушастиков. Во-вторых, оставленные следы выдадут местонахождение гнезд. Биологическое уничтожение теперь можно подключать тяжелую артиллерию. Самый простой и эффективный способ – доротизация, использование специальной мышиной отравы. Ее раскладывают по углам, вдоль стен, на горизонтальных поверхностях. Особенное внимание уделяют местам, откуда выползают мышиные полчища. Логично предположить, что от яда погибнут только взрослые особи, но это не повод для беспокойства, мышиные отродье без родителей долго не протинет. Работая с ядом, не забывают о собственной безопасности, защищают руки резиновыми перчатками, не курят и не принимают пищу. После обязательно перчатки выбрасывают в урну, а руки моют с мылом. Важно! Все найденные трупы погибших животных собирают, делать это надо тоже в перчатках, и уничтожают сжиганием, в крайнем случае закапывают на пустыре, предварительно пересыпав хлорной известью. Такие простые действия предотвратят распространение возможных инфекционных болезней, переносчиками которых являются грызуны. Физическое истребление этот способ не менее простой, но также эффективный в отношении пары-тройки случайных гастролеров. Если же гараж атаковала целая мышиная армия, то использовать его нецелесообразно. Метод заключается в поимке грызунов с помощью мышеловок, электрических ловушек, клеевых ловушек, живоловок, народной смекалки. Хоть способы поимки при использовании этих приспособлений отличаются, но принцип работы во многом схож, ловушки устанавливают в местах локализации грызунов. Их заряжают привлекательной приманкой, например, хлебным мякишем, смоченным в кунжутном масле, или сальцем. Периодически капканы проверяют на предмет наличия узников и по мере необходимости заменяют на новые или перезаряжают старые. Трупы лучше уничтожать сжиганием, а в случае живоловок, животных выпускают подальше в поле, чтобы они вновь не вернулись в гараж. Отпугивание из отпугивающих средств применяют ультразвуковые приборы, правда, многие охотники на мышей жалуются на их неэффективность. К тому же для результативной работы отпугиватель должен отвечать некоторым требованиям, во-первых, быть постоянно подключенным к электрической сети, во-вторых, периодически надо менять частоту звука, в некоторых аппаратах опция автоматическая, в-третьих. Он не работает по назначению в помещениях с множеством перегородок, так как звук от них отражается и может не достичь ушей адресата. В-четвертых, низкие температуры воздуха отрицательно сказываются на стабильности работы аппарата. По отзывам хорошо себя зарекомендовали усотпугиватели «Тайфун», «Электрокут» и «Град», но при условии их правильной эксплуатации. Однократное включение прибора в розетку не поможет, он должен работать как минимум три недели без перерывов. Также можно использовать неприятные запахи, нафталин, уксус, трава чернокорня, жженые покрышки и так далее, к сожалению, избавиться. От мышей в гараже навсегда вряд ли получится, после изгнания одних на их место обязательно придут другие. Но отчаиваться не стоит и, если ни один из вышеописанных способов не помогает, зверьки продолжают донимать, то борются с вредителями. Всеми возможными способами, что-то да обязательно поможет. Похожие темы комментарии и обсуждения.